В былинах о князе Владимире и Илье Муромце очень часто упоминаются княжьи пиры из застолья. А вот о том, что ели славянские богатыри, почти ничего не рассказывается. Чаще всего это просто хлеб-соль. Что же ели при князе Владимире Красносолнышко на Руси? Начнем с того, что князь Владимир самый реальный персонаж. Он управлял славянским княжеством в самом конце IX и начале X веков и умер в 1051 году. Владимир Креститель, Святой Владимир, Владимир Красное Солнышко был одним из самых выдающихся людей славянской истории. Памятник ему поставлен в Киеве на берегу Днепра. Конечно, застолье во времена князя очень сильно отличалось от современного. И если бы князь попал за наш стол, то почти все современные овощи и фрукты, кроме яблок и груш, оказались бы ему незнакомы. Основной пищей князя был хлеб, каши и мясо. Ну и среди современных каш есть неизвестные князю и его богатырям. Самая наша привычная манная каша появилась гораздо позже, и появление кукурузной крупы нужно было ждать еще 600 лет. А рис был очень большой редкостью и назывался сорочинским пшеном. А вот своего пшена было более чем достаточно. Гораздо чаще ели овсяную кашу, но совсем не такую, как сейчас. При слове овсянка мы сразу представляем размазню из геркулеса. Но ведь эта крупа появилась меньше 200 лет назад. А князь ел кашу из цельного, очищенного от шелухи зерна овса, которое долго распаривали в печи, чтобы оно стало мягким. И заправлял он кашу сливочным, льняным или конопляным маслом. Подсолнечное масло появится тоже очень не скоро. Может быть, по большим праздникам князь ел и оливковое масло, которое привозили из-за моря, из далекой Византии, куда нужно было долго плыть по Днепру, а затем через неспокойное Азовское и Черное моря. Особенно странная для нас картина была с овощами. Вы, конечно, знаете, что картошка появилась у нас только при Петре Первом. А вот при князе Владимире еще не было ни морковки, ни капусты, не говоря уже о помидорах, огурцах, перце, тыкве и даже свекле, которая кажется нам одним из самых русских овощей. Да что там свекла, у князя на столе не было даже репчатого лука, который появится только в следующем столетии. А что же тогда было? Была редька. В видимостях с самых пор и существует поговорка «надоело хуже горькой редьки». Попробуй всю зиму до весны есть только редьку, действительно надоест. Только редька была не совсем такая, как сейчас. Во-первых, она была гораздо крупнее, существовали сорта с корнеплодами до 10-12 кг. Сейчас редьки такой величины остались только в Японии. Они называются дайкон. И бывают до 20 кг и больше. Такую редьку не всякий взрослый человек поднимет. Эти редьки совсем не горькие. В Европе и у нас, когда появились новые и более вкусные овощи, гигантские редьки просто были забыты. Они давно перестали быть основной пищей, а для салата вполне хватит и небольшого корнеплода. Не думайте, что редьку ели так же, как и мы, только в салатах. Ее варили, жарили, пекли с ней пироги. Рецепт таких пирогов мне попался в одной из книг позапрошлого века. Была даже поговорка о семи блюдах из редьки. Редька териха, тертая. Редька ломатиха, ломтиками. Редька с квасом. Редька с маслом. Редька куском. Редька бруском. Редька целиком. Еще одним важным овощем была репа. Желтые сочные сорта репы – русское изобретение. В Европе с репой знакомы меньше, хотя и там это одна из самых древних культур. На латинском языке репа называется «рапа». Мы в далекой древности позаимствовали у римлян растения вместе с названием. Ну или они у нас, например, у этрусков – древних славян, которые создали Римскую империю. Был знаком князю и чеснок. Вспомните присказку. Стоит в поле бык печеный, в одном боку нож точеный, а в другом чеснок толченый. Но нельзя сказать, что стол наших предков был бедным. Пока не было культурных овощей, ели очень много дикорастущих растений и грибов. В лесах и степях Украины вокруг Киева при князе Владимире шумели густые леса. Росло несколько видов диких луков, которые и сейчас собирают для еды. До сих пор собирают и дикий щавель. В старину его на зиму квасили и сушили. Ели и другие дикорастущие травы, о которых мы совсем забыли. Например, лебеду. Хотя в голодные военные годы она выручала и ваших бабушек. А между тем, с древности существуют ее культурные формы с большими вкусными листьями. Собирали листья диких мальв. Их и сейчас едят и даже специально выращивают в Грузии. А еще или корни разнообразных дикорастущих растений, таких как пастернак, козлобородник, чистец. Да и грибов и ягод было в достатке. Еще в 19 веке на каждого москвича в год приходилось почти 40 килограммов грибов. А при Владимире Красное Солнышко их было еще больше. Так что на столе, за которым сидели князь и Илья Муромец, пусто не было. Мы с вами пообедали с Владимиром Красное Солнышко, а теперь попробуем предположить, что было на праздничном столе у его правнука, не менее известного Юрия Владимировича Долгорукого, основателя Москвы, как некоторые считают. В 1147 году Суздальский князь Юрий пригласил на пир в Москов своего друга и союзника князя Святослава Олеговича Северского и других князей. С этого упоминания и считают годы существования нашей столицы. Посмотрим, какие новые растения появились за полтора столетия на княжьем столе. Рассуждая об обеде у князя Владимира, я совершенно забыл одно из старейших пищевых растений – горох. А между тем он был у нас одним из основных блюд с глубочайшей древности, не зря про невероятно далекие времена говорят, что это было при царе горохе. Сейчас мы в основном варим из гороха суп, да и то довольно редко, а в древности из него варили кашу, мололи муку и пекли блины и пироги из горохового теста и с гороховой начинкой. Кстати, лепешки из гороховой муки до сих пор самое распространенное блюдо в Индии. А Индия, как известно, это родоначальница славянских племен. Пироги и хлеб времен Юрия Долгорукого сильно отличались по вкусу от нынешних. Сейчас, когда ваша мама начинает печь пироги, она прежде всего достает дрожжи. Вот их тогда и не было, так как они наносят вред организму. Славяне пироги готовили либо из пресного теста, такого, как сейчас используют для пельменей и вареников, либо из кислого теста. Оно называлось так, потому что действительно кисло квасилось в большой специальной посудине – квашне. Первый раз тесто замешивали из муки и колодезной или речной воды и ставили в теплое место. Через несколько дней тесто начинало пузыриться, это работали дикие дрожжи, которые всегда есть в воздухе. Теперь из него можно было печь. Готовя хлеб или пироги, оставляли в квашне немного теста, которое называлось закваской. И в следующий раз только добавляли в закваску нужное количество муки и воды. В каждой семье закваска жила долгие годы, а невеста, если она уходила жить в собственный дом, получала вприданную ей квашню с закваской. Так же готовили и кисель. Кисель русских сказок, из которого были сделаны берега молочных рек, варили из овсяной муки. Ее заквашивали так же, как тесто, но в большом количестве воды. Кисель называют киселем, потому что он кислый и заквашенный. Закисшую муку разбавляли водой и варили. При этом получалась плотная кисловатая масса, которую можно было резать ножом. Ели такой кисель с молоком, сметаной, медом, маслом, а вот сахара тоже еще не было. Варенье готовили только на меду. И правильно делали, так как сахар – это большой вред для организма. Еще одним важным новшеством была гречневая крупа. В то время она еще только входила в обиход, появившись вместе с греческими монахами, которые прибывали на Русь из Византии. До сих пор мы называем это растение гречихой, то есть греческой крупой. Особенно много киселя и каши ели в посты, когда не полагается есть мясо и рыбу. За полтора столетия, прошедшие с нашего обеда, с Владимиром Красное Солнышко, на столе правнука уже появился и репчатый лук, сразу завоевавший почетное место. Лук от семенидук, говорили про него в народе. Лук разводили в Египте с незапамятных времен. Строители пирамид получали в день несколько лепешек, пару-другую луковиц и горсть маслин. Из Египта лук попал в Европу, а потом и к нам. А в Египет лук, видимо, попал из Азии, где в горах и сейчас попадаются дикие луки с крупными луковицами. На Руси одним из центров разведения лука с самых древних времен были окрестности города Ростова, который во времена Юрия Долгорукова был самостоятельным княжеством и назывался Ростов-Великий. Этот город на озере Нера сейчас всего лишь районный центр в Ярославской области, но он почти на три столетия старше Москвы. Интересно, что выращиванием лука там занимаются и сейчас, спустя 800 лет. Была на столе князя и морковь, но тоже не совсем похожая на современную, с белыми корнями. Дикая морковь – многолетник, растущий на лугах по всей Европе. Ее и сейчас можно увидеть даже под Москвой. Но в Европе морковь в то время еще считалась деликатесом. Ее массовое выращивание начнется только через 200 лет. Еще одним овощем, недавно появившимся на русском столе времен Юрия Долгорукова, была хорошо знакомая нам свекла. Ее название мы вместе с самой свеклой получили от византийцев, которые говорили по-гречески. Сфекелий – слово, по-видимому, происходящее от сфера – шар. Вообще-то свекла выращивается уже почти три с половиной тысяч лет, но дикую свеклу и сейчас еще можно встретить в Западной Европе и на побережье Каспийского моря. Это невысокая трава, не образующая крупного корня. С самого начала у нее ели листья, а потом уже начали отбирать растения с толстыми корнями, пока не получили современную свеклу. Первые корнеплоды были белыми и желтыми, а красные впервые упоминаются в III веке до нашей эры. Листовая свекла также сохранилась в культуре и называется Монгольд. Сейчас разноцветный Монгольд снова возвращается на наши грядки. Правнуком Юрия Долгорукова был один из величайших князей славянской земли – Александр Ярославич, по прозвищу Невский. За свои деяния он после смерти был причислен к лику святых и уже почти семь столетий считается покровителем русских воинов. Самым известным сражением Александра Невского по праву считается знаменитое ледовое побоище – битва с рыцарями-крестоносцами. Битва пришлась как раз на последнюю неделю перед Пасхой, когда соблюдается самый строгий православный пост. Не едят не только мяса и рыбы, но и переходят на сыроедение, то есть вовсе не готовят вареной пищи, не разрешается и любое масло. Откровенно говоря, я в это не верю, так как Пасха – иудейский праздник. Откуда он мог появиться в то время на Руси – непонятно. Так что, несмотря на великую победу, пира скорее всего не было. В пост запрещены и все спиртные напитки, в том числе пиво и мед, которые подавались к праздничному столу. А посты в те времена соблюдали очень строго. Но это совсем не означает, что целую неделю все сидели голодными. Страстную неделю ели в основном различные соленые грибы – рыжики и грузди, которые осенью просто пересыпали солью, добавляли пряные травы, например, укроп, душицу. Интересно, что грибами тогда считались только те, которые снизу имеют пластинки. А все то, что мы сейчас относим к трубчатым грибам – подосиновики, маслята, белые – звали губами. Так и писали грибы и губы. Подавали также квашеную капусту, другие – овощи, редьку, лук, квашеные соленые дикорастущие травы, которые заготавливали на зиму. Псков, в окрестностях которого проходила битва, издавна славился как яблочный край, и на любом столе в пост, да и всю зиму не переводились моченые яблоки, сушеные яблоки, яблоки, вареные в меду, которые были гораздо вкуснее современного варенья. С точки зрения кулинарной, гораздо интереснее вспомнить другое сражение Александра, тогда еще совсем молодого князя – битву на Невее, после которой двадцатилетний полководец получил прозвище Невский. Это сражение произошло 21 июля 1240 года, за два года до ледового побоища. Александр не только успешно руководил сражением, но и сражался, как рядовой воин, ранив предводителя шведов – биргера. Вот после этого сражения летом, конечно же, устроили настоящий пир. Правда в июле новый хлеб еще не созрел, используют старые запасы, если они есть. Зато раздолье для овощей, горох только зеленый, его варили и ели прямо в молодых стручках. Первая молодая репа, редька, молодая капуста. В июле корнеплодов свеклы еще нет, зато едят ее ботву. Один из самых вкусных старорусских супов так и назывался – ботвинья. Готовили ее с красной рыбой. В это время поспевают и лесные ягоды – малина, смородина, черника, ежевика. В Новгородской области морожка – одна из самых вкусных ягод. В хорошую погоду будет и изобилие грибов. В это же время сильнее всего пахнут пряные травы. Лучшее время для их сбора – праздник Ивана Купалы. Эти травы добавляли в еду и обязательно в квас, который так и назывался в зависимости от добавленной травы – мятный, тминный, зорьный или любисток. В июле же начинают заготовки меда. Коровы, пасущиеся летом на лугах, дают много молока, из которого можно получать творог и сметану. На столе у князя были дичи, рыба из тех же Невы и Ижоры, которая впадает в него как раз возле места сражения. Рыбой славилось и Ладожское озеро. Ее солили, коптили, вялили. Самой вкусной рыбой считался палтус. В сказке на морском троне сидит владычица морская – белозер палтус рыба, а осетры у нее на посылках. Пшенная каша с рыбой была одним из самых распространенных блюд. Ну и, конечно, пироги с мясом, рыбой, творогом, кашей, ягодами. К мясу и рыбе подавались разнообразные соусы. Тогда их называли взварами. Их готовили из овощей, ягод, особенно кислых, вроде брусники и клюквы. И пряных трав Пряности в славянской кухне очень любили. Тем более, что дорога из Средней Азии в Европу частично шла через русскую землю, и у нас пряности были значительно дешевле. Иностранные путешественники немало удивлялись тому, что русские клали в еду столько пряностей, что, по мнению гостей, есть было невозможно. В то же время в Европе черный перец был настолько дорог, что им платили налоги и жалования солдатам. А на Руси пекли пряники, которые так и называются, потому что в них клали пряности, и побольше. Вообще, так как у русских людей не было проблем с едой, то они никогда не ели ни улиток, ни устриц, ни прочих лягушек, что в Европе ели из-за голодухи. А выпечка пряников была отдельным искусством. Их не только ели, но и дарили в подарок. Пряники были необходимы на свадьбах, пирах, их даже вручали в дар иностранным послам. Разумеется, что это были не те кругляшки, которые мы привычно покупаем в булочной, а настоящие произведения искусства. Доски, формы для печатных пряников, резали специальные мастера. И доска хранилась долгие годы, переходя по наследству, пока совсем не приходила в негодность. А некоторые виды пряников лепили вручную, придавая им особую форму. Пироги тоже пекли с уборами. Из теста сооружали целые картины, цветы, зверей, иногда даже города. Так что ели не только вкусно, но и красиво. Чего и вам желаю. И вот мы дошли до страшного времени. Из глубины степей монголы Золотой Орды под водительством Чингисхана двинулись завоевывать мир. Но только ли ужас сеют завоеватели на нашей земле? Оказывается, вместе с Ордой на Русь попадают новые растения. Приблизительно в X или XI веке на Руси наконец-то появилась капуста. Нет, наша любимая и такая привычная капуста пришла к нам не с монголами. Она начала свои движения с юга и быстро прижилась на русских грядках и столах. Славяне скоро научились квасить капусту на зиму и она стала одним из основных продуктов питания. Капуста начала вытеснять привычные дикорастущие травы, потому что оказалась более урожайной и лучше хранилась свежей. А квашеная капуста вообще при правильном хранении доживает до нового урожая. Да и использовать ее можно по-разному – варить, жарить, тушить. Теперь поговорим о том, что появилось вместе с началом нашествия татар-монгол, хотя я считаю, что его тоже не было. До появления на славянской земле они успели завоевать древние, даже по тем временам государства Средней Азии с сильно развитым земледелием и даже далекую Индию. Оттуда вместе с татарскими войсками к нам пришли те растения, которые разводились на подвластных татарским правителям землях. Отправлялись в путешествие не только съедобные растения. Интересная история аира – болотной травы с сильным запахом. Все славянские народы в разных вариантах связывают ее с татарами. У нас ее называют «татарской саблей», а в польском языке и вовсе укоренилось название «татарак». Это растение способно очищать воду там, где растет. Родина Аира – Монголия, откуда войска завоевателей развезли корневища до самой Польши, почти по половине известной тогда части земного шара. Воины бросали по кусочку живого корневища во все водоемы, чтобы растение укоренилось и воду можно было пить. Так и остался Аир во всех речках, попадавшихся на пути татарского войска. В Московской области это Москва-река и ее притоки. Но сам Аир распространяться не может. Он у нас хотя и цветет, но никогда не дает семян. Разве что в половоде кусочки корневища сносятся льдинами ниже по течению. Ну а что же вкусненького привезли с собой на Русь татары? Прежде всего огурцы. Первые семена огурцов найдены в Поволжье в раскопках поселений XI века. Там как раз в это время стояла орда, как нам говорят. Огурцы быстро завоевали популярность и уже через сто лет упоминаются в списках монастырской еды и свежими, и солеными, и мочеными в уксусе. А по торжественным случаям огурцы подавали с медом. Одновременно с огурцами сначала в Поволжье, а затем и в других местах появились дыни, которые тоже родом из Средней Азии. Там дыня не сладкая после обеда, а нормальная еда. Даже сейчас в Туркмении и Узбекистане нередко на завтрак ребенку в школу дают лепешку и несколько ломтиков сушеной дыни. Дыни у нас приживались хуже, чем огурцы, им нужно больше тепла и они не везде растут. К тому же огурцы едят зелеными, а дыня должна обязательно поспеть. А вот появление арбузов ждать еще долго, они родом из Южной Африки и появятся в Европе и на Руси еще не скоро. Похоже, что в это же время к нам из Индии попала и горчица. Там ее семена добавляют в еду как пряности и совсем не так, как у нас. Их сначала жарят на сковородке, пока семена не начнут на ней прыгать, а потом кладут в рис, горох, капусту и другую еду. В Индии едят и зелень горчицы, готовя из нее салаты. Блюдо, которое мы сейчас называем салатом, знали и в Древней Руси, только там оно называлось крошево. Потому что все, что в него клали, сначала мелко резали, крошили. Заправляли крошево маслом или сметаной, и из горчицы сначала получали масло, которое делают и сейчас, оно темное и ароматное. В это же время появились и первые упоминания о грушах, причем они назывались совсем по-другому – дули. Наши мелкие кислые дикие груши, которые изрезка встречаются в лесах Южной России, так и оставались грушами. А вот крупные и вкусные садовые формы назывались дулями еще при Петре Первом. Трудно сказать, пришли они к нам с востока или с запада, но долго были редкостью. Даже сейчас груши сажают на дачах реже, чем яблони. Объясняется это просто – спелые груши совсем не хранятся, их нужно очень быстро либо съесть, либо переработать, сварить варенье или высушить. Груша, в отличие от яблони, живет долго, иногда до 150 лет и дает очень много плодов. Там, где нужно посадить две яблони, вполне хватит одной груши. Вот и получается их всегда меньше. Но самым важным растением, появившимся на полях в это время, стала рожь. До этого дикая рожь встречалась в посевах пшеницы как сорняк, внимания на нее почти не обращали, и только в XI-XII веке начали разводить ее как отдельную зерновую культуру. Рожь удобна тем, что растет там, где не хватает тепла пшеницы. Но вот хлеб из нее тяжелый и липкий, почти не поднимается. Для того, чтобы получить пушистый хлеб, в ржаную муку добавляли немного пшеничной. Из закваски нужна другая, одни дрожжи такое тесто не поднимут. Получается, что черный хлеб, который весь мир считает любимой едой русских, не пробовали ни князь Владимир, ни Юрий Долгорукий, ни даже возможно Александр Невский.